Величайший в истории художник и изобретатель Леонардо да Винчи последние годы своей жизни провел во Франции, поэтому в коллекциях Лувра хранится достаточно много его работ, около 16. Каждый из них является шедевром, а знаменитая Джоконда даже стала своеобразным символом музея. Леонардо родился в 1452 году в селении Анкеана, близ Винчи, недалеко от Флоренции. Сын нотариуса и крестьянки, ученик Вероккио в области живописи, быстро опередивший своего учителя, Леонардо да Винчи жил и работал сначала в купеческой Флоренции, затем при дворах различных князей, всюду предлагая грандиозные планы и нигде не находя настоящего понимания. Усталый и разочарованный, Леонардо да Винчи в 1516 году принял приглашение короля Франциска I переехать во Францию и прожил здесь последние четыре года своей жизни в замке Клу. Леонардо не имел фамилии в современном смысле. Да Винчи означает родом из городка Винчи. Полное его имя Леонардо сын господина Пьеро из Винчи. Творец тайной вечери и Джоконды проявил себя и как писатель, рано осознав необходимость теоретического обоснования художественной практики. Те, которые отдаются практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в путь без руля и компаса. Практика всегда должна быть основана на хорошем знании теории. Требуя от художника углубленного изучения изображаемых предметов, Леонардо да Винчи заносил все свои наблюдения в записную книжку, которую постоянно носил при себе. Биография Леонардо да Винчи описана во множестве изданий и достаточно известно. Мы бы хотели предложить вам несколько интересных фактов из жизни художника и больше внимания уделить картинам, которые вы можете найти в Большой галерее Лувра. Леонардо, по всей видимости, не оставил ни одного автопортрета, который мог бы ему быть однозначно приписан. Ученые усомнились в том, что знаменитый автопортрет, изображающий его в старости, является таковым. Считают, что, возможно, это всего лишь этюд головы апостола для тайной вечери. Сомнения в том, что это автопортрет художника, высказывались с XIX века. Последним их высказал один из крупнейших специалистов по Леонардо, профессор Пьетро Марани. Леонардо первым объяснил, почему небо синее. В книге о живописи он писал, «Синева неба происходит благодаря толще освещенных частиц воздуха, которая расположена между землей и находящейся наверху чернотой». Леонардо в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками. Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Он был вегетарианцем. Ему принадлежат слова, если человек стремится к свободе, почему он птиц и зверей держит в клетке? Человек воистину царь зверей, ведь он жестоко истребляет их. Мы живем, умерщвляя других. Мы – ходячее кладбище. Еще в раннем возрасте я отказался от мяса. Теперь мы предлагаем перейти к изучению картин. Начнем с «Мадонны в скалах», которая считается первой монументальной алтарной композиции Высокого Возрождения. Алтарный образ – это полотно, которое размещается над алтарем и является главным украшением церкви. Мадонна существует в двух вариантах. Один хранится в Лувре, а второй в Национальной галерее Лондона. Полотно отличается тем, что впервые Богоматерь на алтарном образе изображается не сидящий на троне среди святых, а на фоне пейзажа, возле ручья, поросшего цветами. Картина в целом гармонична и выразительна. Образ природы одухотворен и составляет с образами святых единое целое. Они как бы дополняют друг друга. Игра света и тени придает картине особый колорит. Художник немало потрудился, прежде чем его персонажи обрели такую выразительность и одухотворенность. Мадонна нежно поддерживает своего сына Иисуса. Ангел вопрошающе смотрит на зрителя и указует на Христа, как бы предсказывая, что именно он станет спасителем человечества. Рядом с ангелом сидит Иоанн Креститель, несмотря на свой юный возраст, уже воздевший руку в своем традиционном жесте – крещение. Заказчики отвергли первый вариант картины, так как он показался им слишком мрачным и лишенным христианских символов. Второй вариант картины, хранящийся в Лондоне, считается менее возвышенным, более прозаичным, обыденным. Конечно, сыграло роль то обстоятельство, что полотно было дописано учениками великого художника. В этом варианте появляются новые детали, например, нимбы над головами святых изменяется положение некоторых персонажей. Однако замысел мастера, его идея, традиции сохранены при написании образов. Следующая картина называется «Портрет незнакомки» или «Прекрасная ферраньерка». Ферраньерками назывались налобные украшения с золотой цепочкой. Они были в моде в Ломбардии в конце XV – начале XVI веков. По наиболее распространенной версии – это портрет Лукреции Кривелли, любовницы герцога Миланского Людовика Маврос Форци, покровителя Леонардо. Замысел следующей картины «Мадонна с младенцем и со святой Анной» возник у художника где-то в последних годах XV столетия. Именно в этот период создается первый, ныне утерянный картон к картине. Сохранилось описание религиозной символики, сформулированное самим Леонардо. Дева Мария, сидящая на коленях у своей матери, склонилась к сыну, стараясь отвлечь его от ягненка, которого малыш весело обнимает. Однако святая Анна пытается отговорить ее. Возможно, эта фигура должна была символизировать собой церковь, не желающую препятствовать страстям Господним. Само живописное полотно начато в 1510 году и тоже не было закончено. Об этом говорит лишь слегка прописанный пейзаж заднего плана. Но сами фигуры обладают предельной точностью выполнения. Голова святой Анны возвышается над всей группой, что придает композиции картины четко-пермидальный характер. Ее колорит выражен в мягких переходах красно-коричневых и зеленовато-серых цветов. В чертах лица святой Анны можно проследить схожесть с Джокондой. Все фигуры как бы растворены в пространстве картины. Она дышит покоем и сосредоточенной созерцательностью. Еще одна картина была задумана Леонардо в начале 1500 года «Святой Иоанн Креститель». Об этом говорит набросок Ангела с поднятой рукой в позе Иоанна. С темного пространства картины светлым силуэтом на нас смотрит фигура юноши с поднятой рукой и прижатым к телу крестом. Мягко мерцающие в темноте струящиеся локоны обрамляют его прекрасное лицо с загадочно заущей улыбкой и неподвижным взглядом, обведенных темными тенями глаз. В чертах лица явно читается схожий с Монолизой, придающий ему несколько двусмысленный характер. Фигура имеет цветущие, чувственно трепещущие формы, и только крест, как бы растворенный в пространстве картины, говорит нам, что перед нами Иоанн Креститель.